Приветствую вас, мне кажется, честно говоря, что вы немножечко не в том направлении двигаетесь и не в ту сторону смотрите, вообще. То есть, я имею в виду, я имею в виду, что первоначально ваша проблема в том, что вы не принимаете свою фигуру вот такой, да, какая она есть. То есть, вот, что-то вам это сделать не позволяет. Здесь и мнение окружающих, здесь и негативные установки, здесь и неуверенность в себе и обесценивание себя. И ориентир, соответственно, на какую-то внешнюю, да, составляющую, вот, а не духовную. Как это было бы наиболее конструктивно для вас, вот. То есть, ну, все это, в принципе, можно и нужно корректировать, да. Вот. Что это? Корректируется. Что это корректируется? Вот. А, это такой момент. А вы видите, что, значит, ну, пытаетесь, пытаетесь, хотите. Кушать, вот у вас есть проблема пищевого, получается, поведения. И проблема пищевого поведения, это всегда проблема потребностей в любви. Вот. Знаете, какая штука? То есть, вы испытываете вот эту попредельность в любви, попредельность в том, чтобы вас любили, чтобы вас, вероятно, принимали. Вот. И в этом направлении вы стараетесь двигаться. С одной стороны. То есть, у вас оральное поведение. Вы можете почитать, что такое оральное поведение и что такое оральный тип личности, да. Соответственно. Вот. Вот. Это с одной стороны. Но при этом, с другой стороны, мы можем говорить о том, что у вас не защищены личные границы. Вот. Судя по тому, что вы пишете. Вот. И через такую вот, через такое поведение, да, вы пытаетесь, вы хотите себя защитить. Вот. Вот. Ну, так это выглядит. По крайней мере. Да. Так это выглядит. Вот. Грубо говоря. Грубо говоря. Грубо говоря. Со стороны выглядит так. Паят. Паят. Это момент. Этот момент, этот момент его тоже нужно решать, да. Этот момент. Его тоже нужно разбирать. Этот момент его тоже нужно исследовать и вам помочь. То есть проблема, да, проблема как таковая, она вероятно даже не в расстройстве пищевого поведения, а проблема, она вероятно в большей степени в том, как вы относитесь к себе сами, да. Вот, и соответственно, что вы с этим делаете дальше, ну, в дальнейшем, что вы с этим делаете в дальнейшем, вот. Я думаю, я думаю, что примерно в таком контексте вам можно ответить на вопрос, который вы задаете, да, то есть вот, ну, помочь вам можно через корректирование, через корректировку, а важных, условно говоря, представлений о себе, вот, понимаете, какая штука. и, соответственно, в зависимости от того, хотите ли вы, готовы ли вы работать в этом направлении, да, в зависимости от этого, и можно будет уже выстраивать дальнейшую стратегию вашего взаимодействия со специалистами, вот, потому что комплексы появились не вчера, не сегодня и, вероятно, не год назад, да, комплексы, если они появились, они появились у вас какое-то время, вот, это всегда, как правило, так происходит. И, соответственно, всё, что нужно, это разобраться с этим. Вот. И проблема еды, как компенсация, как компенсаторного механизма, уйдёт. Вот. Потому что, сама по себе эта проблема не существует. Вот, конечно, бывают случаи, когда данная проблематика является самобытной. Вот. Такое происходит. Такое бывает. Но, опять же, вот в этом случае, в случае самобытности данной проблемы, вам, наверное, всё-таки стоит обратиться к врачу, вот, именно к врачу, вот, который вам поможет. То есть, с пищевой, ну, с пищевой, да, с пищевой зависимостью вообще. Вот. Такая вот история. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.